Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего нашего урока – привычки успешных людей. И об этом мы поговорим с Брайаном Трести. Здравствуйте, Брайан. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о привычках успешных людей. Да. Я начал изучать эту тему больше 30 лет назад, и меня потряс. Я полностью изменила мой образ мыслей тот факт, что 95% всего, что мы делаем, является привычкой. В психологии это называется условным рефлексом. Совсем как в знаменитом эксперименте Павлова с собачкой, мясом и выделением слюны. С раннего детства мы учимся автоматически реагировать на то, что происходит. И мы выяснили, что в успешных людей хорошие привычки, а в неуспешных – плохие. Но все эти привычки – приобретенные. И поэтому привычка – это то, что вы делаете, не думая об этом автоматически, правильно? Да. Не думая автоматически. И мы думаем о простых привычках, таких как езда на велосипеде, или привычка чистить зубы, или что-то подобное. Но некоторые из самых важных привычек – это эмоциональные привычки. Когда мы определенным образом реагируем на происходящее. Я расскажу об этом через пару минут. Именно эти автоматические реакции определяют наш успех или наш провал. И я приведу вам несколько примеров. Несколько лет назад я написал книгу, которая называлась «Привычки миллионеров». В ней было 12 глав. В каждой из глав было от 10 до 15 человеческих привычек по отношению к здоровью, деньгам, времени и отношениям, ну и прочее. Итак, мы здесь говорим о некоторых важнейших привычках. Но хорошая новость здесь, что все привычки приобретаются. Ни один ребенок не рождается на свет с привычками. Так что любая привычка, которая у вас есть, особенно то, как вы реагируете и думаете о чем-то, это то, что вы приобрели. Практически это то, чему вас научили родители, пока вы росли. Например, вот маленькая привычка. Большинство людей считает, что критиковать успешных людей нормально и естественно. Если кто-то успешен, он, скорее всего, непорядочен. И я не хочу быть похожим на кого-то нечестного. Где вы этому научились? Наверняка у отца и матери. И они вечно сидят за столом, на кухне и вечно обсуждают успешных людей, и даже успешных членов семьи, и вечно их критикуют. Итак, с самого раннего возраста и до пяти-семи лет вы почти не можете управлять привычками, которые у вас появляются. Вплоть до пяти-семи лет вы подражаете своим родителям. Вы подражаете родителю, который является для вас важнейшим примером. Иногда вы подражаете матери, иногда отцу. Но взгляды, поведение и слова вашего отца часто автоматически принимаются вами как истинное отражение реальности. Вы увидите, что родители, которые вырастили счастливых и здоровых детей, постоянно выражали оптимизм. И дети росли, думая, что оптимизм – это нормальный и естественный взгляд на жизнь. Они все трудолюбивы. Мои дети всю свою жизнь наблюдали за мной и моей женой. И что же мы делаем? Мы упорно трудимся и получаем удовольствие от работы. И теперь они взрослые, и они упорно работают и получают от своей работы удовольствие. Они считают, что это нормально и естественно. Их трудолюбие автоматическое. Так же, как и привычка быть искренним, говорить правду, быть упорным и настойчивым. Они приобретаются нами в детстве. И очень часто нас учат плохим привычкам. Например, один мой хороший друг, психолог, сказал, «Представьте, что у вас на груди есть два типа кнопок, как у старинного телефонного аппарата. Красные и зеленые. И каждый раз, когда кто-то делает о ком-то определенно негативное высказывание, которое вам не нравится, это как нажать красную кнопку. И вы немедленно испытываете злость. Или кто-то говорит что-то о том, что вам нравится, о идее, фильме, музыке и так далее. И активируется зеленая кнопка. По мере взросления каждый человек переживает опыт, который оснащает его комплектом красных кнопок. Вы помните, что в вашей прошлой жизни, в детстве, в любовных отношениях, в бизнесе были люди, которые пугали вас, причиняли вам боль, сделали несчастными. И вы очень злились. Сегодня, если кто-то упоминает это имя, вы немедленно злитесь, нажимаете кнопку. Очень часто в браках муж или жена очень хорошо знают, как нажать кнопку, чтобы разозлить друг друга. И способ преодолеть эти негативные реакции, это принять решение отключить кнопку. Вы принимаете решение, что при упоминании этого имени или при мысли об этом человеке, который все еще вызывает у вас злость, вместо того, чтобы автоматически злиться, вы отключаете кнопку и ничего не чувствуете. Именно так происходит личностный рост. Вы дорастаете до уровня, на котором можете отключить те кнопки, которые запускают ваши негативные эмоции. Как говорил Аристотель, все, что происходит с нами, происходит в результате привычки, а ваши привычки, приобретенные, и вы можете избавиться от них. Их, фактически, вы можете отменить плохую привычку, заменив хорошей. И мы обнаружили, что есть три основных врага в формировании структуры привычки, в развитии хороших привычек. И первого врага зовут зона комфорта. Зона комфорта – главная причина наших неудач. Зона комфорта – это когда нам комфортно делать что-либо привычным образом, от чего мы сопротивляемся переменам, даже позитивным. Приблизительно 80% населения находятся в своей зоне комфорта и борются за то, чтобы там остаться. Если вы предложите им выучить или сделать что-то новое, или попробовать что-то новое, возникает автоматическое сопротивление. Сопротивление переменам. И это свойственно всем людям. Так что вы должны знать о зоне комфорта и о естественном стремлении соскользнуть в зону комфорта и удобно устроиться при самом низком уровне достижения, а затем сопротивляться любой идее изменений. Лидеры поступают следующим образом. Согласно проведенному несколько лет назад исследованию, выяснилось, что у лидеров есть пять определенных качеств или характеристик. В течение нескольких лет велось наблюдение за 95 лидерами. Одно из них в том, что лидеры понимают, насколько легко свыкнуться с чем угодно, как с позитивным, так и с негативным. Поэтому они намеренно ставят перед собой большие цели, которые вынуждают их покинуть свою зону комфорта. Если вы примете решение удвоить вашу прибыль за следующий год, то у вас не будет возможности это осуществить, продолжая делать то, что вам комфортно делать сейчас. Вам придется заняться чем-то совершенно другим. Некомфортным. Да. Существует правило, которое гласит, чтобы достичь того, чего вы никогда не имели, начните делать то, чего никогда раньше не делали. Вам нужно стать кем-то, кем вы еще не были. Вы должны вытолкнуть себя за пределы зоны комфорта. И первый шаг в сторону освобождения от зоны комфорта это осознание того, насколько легко вам может стать комфортно. Мы с вами уже говорили о привычке вставать в 5-6 часов утра. Зона комфорта – просыпание большинства людей в последний момент перед выходом на работу, чтобы не опоздать на работу и не иметь проблем с начальством. Но успешные люди встают между 5 и 6 часами утра. Несколько дней назад я как раз читал исследования по этому вопросу – утренней привычки успешных людей. И на днях беседовал с некоторыми ведущими руководителями крупных московских корпораций. И мы говорили об этом. Все эти люди встают в 5-6 часов утра и начинают планировать, готовиться, назначать задания. Приходя на работу, они уже готовы работать. Обычные люди вырабатывают привычку вставать в последний момент. Да, еще немаловажная часть. Привычка вставать рано утром означает, что вам придется раньше ложиться спать. Поэтому успешные люди вырабатывают у себя привычку ложиться в 10 часов вечера. У них нет так называемой привычки к телевизору. Привычка к телевизору – это когда вы смотрите его час за часом, поздно ложитесь спать, просыпаетесь в последнюю минуту, и вы всегда уставший. Такие мелкие привычки, а их существует сотни, определяют весь ход вашей жизни. Итак, зона комфорта. Мы принимаем решение ставить более сложные цели, заставляем себя выйти из зоны комфорта, и постоянно помним о том, как легко привыкнуть к комфорту даже низкого уровня жизни. Если спросить у 80% населения, довольны ли они своим доходом, они ответят – нет. Так почему же вы никак не пытаетесь это изменить? Мы выяснили, что люди меняют свою жизнь в соответствии со своим доходом. Они не пытаются повысить доход, а просто подстраивают под него свою жизнь для комфортного существования в заданных условиях. Они выбирают, что они будут есть, какую одежду носить, на какой машине они будут ездить. Они выбирают, как провести с семьей отпуск. Они подгоняют всю свою жизнь под свою финансовую зону комфорта. Следующий важнейший враг успеха – это так называемая «выученная беспомощность», когда люди чувствуют себя беспомощными. Они чувствуют, что не могут изменить себя или ситуацию, и поэтому сдаются. В университете провели один очень интересный эксперимент. Они взяли студентов и поместили их в комнату. И сказали им, «Вы можете покинуть комнату в любой момент, как только вам станет неприятно или неудобно». И все. В комнате была нормальная температура. Студенты зашли в комнату и первым делом проверили двери. А двери были заперты. Так что они заняли свои места. Затем температуру в комнате повысили, так что им стало очень жарко. Затем пустили неприятные запахи, и повысили уровень шума, так что в комнате стало очень шумно. И все студенты продолжали там сидеть и ничего не предпринимали, потому что они уже проверили дверь, и она была запертой. Тем не менее, через минуту после того, как проверили дверь, двери открыли снаружи, так что студенты могли выйти из комнаты в любой момент. Но один раз проверив дверь, они тут же соскользнули в зону комфорта и ощутили себя беспомощными. Они не могут оттуда выйти. И это то, чего люди не осознают. Когда в нашей жизни возникает проблема, мы иногда автоматически решаем, что ничего не можем с ней сделать. Мы уже обсуждали это в прошлом и насколько это важно. Но существует два главных препятствия на пути к успеху. И оба эти препятствия — страхи. Эти страхи, по сути, привычки. Первый страх называется страхом неудачи. Страх неудачи называют условным рефлексом или паттерном негативных привычек. Ребенка учат страху неудачи в раннем возрасте. Он учится бояться неудач, когда пытается попробовать что-то новое, а родитель шлепает его или кричит на него, что одновременно пугает ребенка и причиняет ему боль. И очень скоро ребенок усваивает. Не пробуй ничего нового или непривычного, потому что это больно. Затем вырастая, дети забывают о том, как на них накричали. Забывают о перенесенном наказании. Все, что им запоминается, это автоматически, когда кто-то предлагает им что-то новое. Моментально включается негативный паттерн привычек или страх неудач. И слова, которые всегда сопровождают страх неудачи, это «я не могу», «я не могу», «у меня не получится», «я не могу это сделать». «Хочешь попробовать себя в этом новом бизнесе?» «На новой работе?» «Я не могу», «у меня не получится». И антидот против страха неудачи – это слова с противоположным значением. И вот они. «Я могу», «я справлюсь». Как у вас говорится, «я могу», «я могу». «Я могу». И каждый раз, произнося слова «я могу», вы фактически уменьшаете свой страх неудачи и повышаете уровень своей уверенности в себе. Теперь второй негативный паттерн привычек, который у нас есть и который сдерживает людей, называется страхом отторжения. Страх отторжения заставляет людей чувствовать себя обязанными поступать так, чтобы угодить другим людям. Дети учатся страху отторжения, когда их родители делают свою любовь условием, для получения которого ребенок должен выполнить то, что они хотят от него. Таким образом, ребенок усваивает следующее. «Если я не буду делать то, чего хотят мои родители, я их рассержу. Они меня накажут. Они причинят мне боль. Они лишат меня чего-либо». Если в раннем детстве, до 5-6-летнего возраста, ребенка лишают любви, он учится следующему. «Я должен поступать так, чтобы родители были довольны, иначе мне грозит опасность». А когда дети вырастают и становятся взрослыми, у них появляются такие мысли. «Я должен делать то, чего от меня хотят другие люди, иначе я не буду в безопасности». Поэтому они становятся очень чувствительными к мнению других. И если этот страх отторжения заходит так далеко, то люди не могут ничего сделать, не получив одобрения от других. Если такой человек ходит на работу, то его сильно забудет одобрение его начальника, а затем одобрение его коллег. В школе такие люди были очень озабочены одобрением своих друзей. Вы замечали, что подростки часто одеваются одинаково, говорят одинаково, и все делают вместе, потому что желают получить одобрение друг друга. Мои дети воспитывались без критики, их всегда поощряли и одобряли. В результате, мои дети, их не заботят мнения окружающих, потому что они вполне уверены в себе. Они никогда не пытались одеваться так, как другие люди, или вести себя так, как другие, потому что всегда чувствовали этот непрекращающийся поток любви со стороны их родителей. Так что, насколько я могу судить, у них нет страха отторжения, их никогда не отторгали. Так вот, чтобы преодолеть страх отторжения, необходимо говорить себе, «Я не обязан делать все то, чего мне делать не хочется. Я могу заниматься тем, чем хочу заниматься. И я не обязан делать то, что не хочу делать». И вы продолжаете напоминать себе об этом до тех пор, пока страхи не уйдут. Но эти страхи знакомы каждому человеку, и они сковывают людей. Я боюсь это делать, но мне страшно, что если я этого не сделаю, то другие отвергнут меня или раскритикуют. Третий враг, который приводит к плохим привычкам, называется путем наименьшего сопротивления. Путь наименьшего сопротивления – это преобладающая черта человеческой натуры. Человеческие существа всегда ищут простой и быстрый способ получить желаемое и постоянно борются за него. Этот принцип управляет человеческой натурой во всем мире. Он всегда ищет самый простой и легкий путь получить то, чего ему хочется. Если вы хотите добиться успеха в бизнесе, есть один способ это сделать – выяснить, чего на самом деле хотят люди, а затем показать им, что ваш продукт или услуга – это самый простой и быстрый способ получить то, чего они хотят. И это кажется таким простым и очевидным, но это краткая формулировка всех когда-либо существовавших книг и курсов по маркетингу. Выяснить, чего хотят покупатели и показать им, что ваш продукт или услуга – это самый простой и быстрый путь к желаемому. Для нормальных людей, таких как мы с вами, естественно, тяготеть к поиску быстрого способа достичь чего-либо. А все, что мы делаем раз за разом, скоро становится привычкой. И как только это произошло, с ней будет очень трудно порвать, потому что мы уже в зоне комфорта. Нам комфортно делать все дела быстро и легко. Единственный способ блокировать зону комфорта и путь наименьшего сопротивления – это самодисциплина. Когда вы используете самодисциплину, чтобы заставить себя делать то, что должны вместо поисков быстрого и простого способа это сделать. Так на протяжении всей нашей истории идет война между личностью и путем наименьшего сопротивления. Обычные люди всегда ищут самый простой путь. Они не читают книги, потому что самый простой и быстрый способ провести вечер – это посмотреть телевизор, выпить, поесть или лечь спать. А все, что вы делаете снова и снова, скоро становится привычкой. Скоро вся ваша жизнь сводится к простым вещам – быстрым и легким. Но успешные люди используют самодисциплину, чтобы заставить себя заниматься важными и необходимыми вещами в первую очередь. И вот они – наши злейшие враги. Зона комфорта, чувство приобретенной беспомощности, основанное на паттернах привычек, страха неудачи и страха отторжения и естественная склонность искать путь наименьшего сопротивления. Итак, чтобы развить хорошие привычки, нам нужно практически плыть против течения, психологически вверх по реке. А развивать хорошие привычки очень трудно. Гёте, немецкий философ, сказал, прежде чем станет легко, будет трудно. Все трудно, пока не становится легко. Мой друг говорит, что хорошие привычки трудно сотворить, трудно сформировать, но с ними легко жить. А плохие – очень легко завести, но с ними очень трудно жить. Мой друг Зиг Зиглер сказал, если относиться к себе строго, то жизнь будет к вам уступчива, но если вы упорно делаете себе уступки, жизнь обойдется с вами очень круто. Если вы посмотрите по сторонам и выделите самых уважаемых и достойных восхищения людей, то обнаружите, что все они и мужчины, и женщины с сильными характерами, а большинство женщин с сильным характером – это те, которые развили хорошие привычки. И это непросто. Интересное открытие. В городских гетто Соединенных Штатов многие подростки становятся преступниками, и их судят, арестовывают и снова судят. И судьи говорят, «Вы можете сесть в тюрьму или же пойти в армию». И они отвечают, «Думаю, я пойду в армию». И они на два или четыре года идут в армию. А в армии армия – это машина, и ей плевать на вашу биографию. Вы приходите, вас бреют наголо, выдают новую форму и говорят, что делать. Вы можете упираться или протестовать, но это их не волнует. Они очень четко знают, что им делать. Они показывают вам, как заправлять кровать, как чистить зубы, как стоять, как ходить, как делать все остальное. Спустя два года совершенно бесполезный человек без самодисциплины, самоконтроля и характера. Через два года после поступления в армию они уже сильные и подтянутые, дисциплинированные, и позитивно настроенные. Они изменились. Смысл здесь в том, что им привили новые привычки, и эти новые привычки вытеснили старые. А когда вы практикуете хорошие привычки, это приносит вам радость. Вы гордитесь собой, чувствуете себя сильным. Ваша самооценка и уверенность в себе растут. И это постоянно мотивирует вас продолжать практиковать эти новые привычки. Так что прежде, чем станет легко, будет трудно. И какими бывают привычки? Что ж, моя первая привычка, о которой я все время говорю, это привычка ежедневной постановки целей. Ранее я говорил, что когда в мою программу приходят люди, я обещаю им, что они удвоят свой доход и количество свободного времени в течение одного года. обычно после этого они удваивают доход за 30 дней. Есть несколько техник, которым я учу их в первый день моей годичной программы. Они приходят в мой офис на весь день. Раз в 90 дней. Четыре раза в год. А затем уходят, и у них есть 90 дней, чтобы практиковаться в том, что они узнали. И вот одна из вещей, которым я их учу, чтобы гарантировать, что они не потребуют вернуть деньги. Потому что я даю гарантии. Если вы не удвоите свое свободное время и свой доход за 12 месяцев, я верну вам ваши деньги без вычета налогов. А налогов я плачу много. И меня еще ни разу не просили вернуть деньги. Итак, я показываю им то, что называю методом 10 целей. В самом начале курса я даю им школьные тетради на спиралях. Такими вы пользовались для заметок в школе. И я прошу их записать 10 целей, которых им хотелось бы достичь в следующем году. И говорю, теперь эта общая тетрадь станет вашим лучшим другом. Потому что каждое утро, проснувшись, вы будете брать ее, переворачивать страницу с предыдущими записями, так, чтобы вы их не видели, и снова записывать ваши 10 целей. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменяются слова, которые вы для них используете, порядок расположения. Но вы не будете смотреть на предыдущие цели, вы просто начнете сначала, каждый день с новой страницы. Если вы будете делать это каждый день, на протяжении месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Потому что каждый раз, записывая цель, вы фактически пересылаете эту цель в свое подсознание. Она все глубже и глубже прописывается у вас в подсознании. Поэтому, заново записывая ваши цели каждый день, вы все глубже и глубже загоняете их себе в подсознание, где они переходят в ваше сверхсознание, которое работает над ними 24 часа в сутки. И те, кто так делает, кто каждый день в течение месяца записывает свои цели, навсегда изменяют свою жизнь. Я разработал рабочую тетрадь для постановки целей. В этой рабочей тетради я объяснил некоторые из этих принципов. Я даю им 31 страницу и говорю, вам нужно записать свои цели, очень четко представив их, и затем записывать их 31 день. Увидите, что будет. Все изумляются, удивляются, не могут поверить в изменения, которые начинаются в жизни. После того, как они записывают 10 своих целей, каждый день месяца. Это все равно, что я повел бы вас в тренажерный зал и сказал, что нужно заниматься каждый день по часу, 31 день. Упражнения для торса, для ног, аэробика, стрейчинг. За 31 день ваше тело полностью изменится. Через 31 день вы станете новым человеком. Вам нужно писать 10 целей на день или... Это не план работ. Это не список для тайм-менеджмента. Это ваши цели. Ваши финансовые цели. Семейные цели. Не ежедневные занятия. Это цели на год. Порой на 5 или 10 лет. Я понял. Они действительно очень важны, эти цели. Тайм-менеджмент – это совсем другая тема. А это 10 ваших больших целей, и вы хотите их достичь. Что интересно, записывая их каждый день, не заглядывая назад, вы их меняете. Цели, которые вы записали в начале месяца, будут забыты, потому что не так уж они и важны. Появятся записи новых целей. Вы можете написать 12 или 15 целей, если хотите. Ваш мозг может работать над 15 целями за раз. Это цели в семье, в бизнесе, в здоровье. Но я советую 10. Чтобы записать эти 10, вам понадобится от 3 до 5 минут. Я ношу с собой свой блокнот и все время пишу 10 целей. И каждое утро, когда встаю, начинаю новый день, я пишу 10 целей. А лист предыдущего дня вы выбрасываете? Нет, это блокнот. Просто переворачиваю страницу. Нужно просто переворачивать. И если вы это делаете весь месяц, ваша жизнь изменится. Вы можете отлистать назад и перечитать цели, но не копируйте их изо дня в день. Переверните страницу и пишите цели по памяти. В этом ключ. И это самое главное. По памяти? Да. Или просто спросив себя, чего я хочу? Конечно. Очень скоро вы узнаете, что начали писать те же цели. Финансовые. Цели в заработке, цели здоровья, бизнеса, путешествий. Вы много лет это делаете, я прав? Я делаю так уже почти 30 лет. Я научился этой технике. Всего, что я когда-то писал, я достиг. И вот что поразительно. Если вы ставите перед собой большую цель, вы очень долго не видите прогресса. Но это проверка. Проверка того, насколько сильно вы хотите добиться цели. Если вы очень сильно хотите ее достичь, продолжайте ее писать, продолжайте записывать, даже если не видите прогресса. Есть история о китайском бамбуке. Вы слышали историю о китайском бамбуке? Нет. Они посадили семена бамбука и поливали их. Поливали семена пять лет. И ничего не увидели. Ничего не выросло. А потом за 90 дней бамбук вымахал на 30 или 40 метров. Невероятно. То же и с целями. Вы записываете их, думаете о них, и не видите никакого прогресса. Но вам нужно просто продолжать их писать. А затем внезапно все происходит с невиданной скоростью. Вы достигаете целей. Взгляните на Стива Джобса. Стива Джобса вышвырнули из Эппл. И он вернулся туда, когда Эппл была на грани банкротства. Его позвали назад в 97-м. И сказали, «Ладно, вот тебе компания, делай, что хочешь». Большинство людей думало, что компании конец. Но это был его шанс. В прошлом он выучил великое множество уроков и совершил много-много ошибок. И теперь он был готов. Он пришел и основал компанию со 104 продуктами. Это убивало компанию попытки произвести 104 товара для 104 разных потребительских рынков. И он сказал, «В течение года мы сократим ассортимент до трех, возможно, четырех товаров. Мы избавимся от сотни товаров». Все сказали, что это безумие. Он ответил, «А потом мы разработаем новые товары, которые понравятся людям». И он начал работу над айпадом. Через три с половиной года он сократил сотню продуктов и выдал айпад. И продали 50 миллионов. И изменили мир. Почти обанкротили корпорацию Sony с ее Вокменом. Уничтожили почти все производства маленьких плееров. Убили всех, потому что они изменили игру. Затем с айфоном они снова изменили весь бизнес телефонов. Nokia владела 50% рынка. BlackBerry владела 30% рынка. Пять лет спустя Nokia и BlackBerry остались с 5% рынка на каждую компанию. И теряют позиции. Очень близки к банкротству. Он полностью изменил правила игры. Вышел из своей зоны комфорта. Так что постановка целей и записывание их каждый день это первое, что нам нужно сделать. Пока это не станет автоматически и легко. Без этого вам будет некомфортно. Это как чистить зубы? Как чистить зубы. Вам некомфортно, если вы этого не сделаете. Теперь вторая часть. Вы можете рассказать, как именно вы это делаете. Просыпаетесь, идете в душ, затем пишете цели? Или сначала пишете цели? Мой ритуал таков. Подниматься, делать упражнения полчаса-час, каждое утро. Иногда это йога, иногда плавание, велосипед. Но я делаю 30-60 минут упражнений каждый день. Затем я читаю что-нибудь для души. И потом, начиная работу в тот день, я пишу 10 целей. Это всегда. Вначале физические упражнения, потом упражнения для души, затем я пишу цели и план на день. Цели, затем планирование. Да, определите цели, запишите их, отложите в сторону и затем... Понимаете, это очень похоже на программу управляемой ракеты. Вы на день вкладываете в себя программу. Программируете себя на день, записывая свои цели каждое утро, перед началом дня. И весь день видите идеи и возможности для достижения ваших целей. Весь день вы будете креативнее и умнее. Весь день закон притяжения будет работать на вас. Это потрясающая вещь. И все, кого я когда-либо учил этому, возвращаются и говорят, «Это удивительно». Я был очень скептично настроен, как русские, которые часто скептичны. Они говорят, «Я не могу в это поверить. То, что такая простая вещь может быть такой мощной». Ежедневная запись целей. Такова первая привычка. Как только вы продержите с ней месяц, она с вами на всю жизнь. У меня и сейчас блокноты на спирали. Их у меня 200 или 300 страниц. Я записываю цели каждый день. Годы блокнотов на спирали. Я никогда не возвращаюсь к ним и не читаю их. Потому что у меня нет на это времени. Но каждая цель, которую я писал, стала реальностью. Иногда быстрее, иногда медленнее. Скажите, а вы каждый день устанавливаете крайний срок? Да. Я достиг цели к этому дню. И я достигаю цели к этому дню. Да. И вы записываете их в настоящем времени? Да, в настоящем. Так, словно, это уже факт. Потому что ваше подсознание, подобно как особый компьютер, который работает только со специальным языком. И этот язык – настоящее время, с датой. И вы пишете, «Я достиг этой цели». Я покупаю эту вещь. В настоящем времени, начиная с «Я». Я уже достиг этой цели, как в прошедшем? Да. Я зарабатываю эту сумму денег. Я вожу эту машину. Я владею сетью этой стоимости. Я владею или живу в таком-то доме. Все, чего вы хотите. И не беспокойтесь о том, как это произойдет. Просто запишите и представляйте себе, чего вам хочется. А самая долгосрочная цель, которую вы ставили и достигли? Два или три года. Я делаю это ежедневно. Я работаю над очень большими финансовыми целями. И движусь к ним все ближе и ближе. Так что иногда мои цели десятилетние. Или на пять лет, на семь лет. Иногда я ставлю цель на два года. И не достигаю. Тогда я говорю, еще год. Может, я достигну, так что я пишу еще год. И буду писать, пока не добьюсь цели. И это испытание. Насколько сильно вам нужна эта цель? Вы поймете, есть ли у вас настойчивость продолжать записывать вашу цель. Продолжайте ее записывать. Это испытание. Что она действительно вам нужна? Совершенно верно. Да. Все это законы, о которых мы говорили. Каждый раз, когда вы записываете свою цель, вы приводите в действие все законы Вселенной, чтобы они помогли вам. И эти законы окружают людей. Но ни один из них не работает до тех пор, пока у вас нет записанной цели. Даже если вы записали один раз, это поможет. Но если записываете их каждый день, то этим самым умножаете эту силу. Брайан, если бы вы могли дать совет руководителю, менеджеру, писать цели каждое утро, сколько целей вы посоветуете писать? Это не тайм-менеджмент. Нет, нет. Но руководитель может также писать цели. Свои, для компании. Да. Владелец пишет цели компании. Менеджер пишет работу на день. В этом вся разница. Понимаете? Да, лидер пишет цели для компании. Я буду писать цели для своей компании. И вы не требуете от менеджеров писать цели? Нет. Но они делают это сами, для своей личной жизни. Понятно. Видите ли, цели всегда личные. Это то, что вы хотите для себя, не для компании, не для кого-то другого. Они всегда начинаются с «я». Моя цель. Понимаете? Это действительно важно. Да, да, да. Теперь вторая привычка. Это привычка ежедневного планирования времени. Все самые успешные люди планируют на день вперед. И лучше всего делать это предыдущим вечером. Так что последнее, что вы делаете перед сном, это список всего, чем вы будете заниматься завтра. А затем смотрите список, сортируете его по приоритету. Что более важно, что менее. И пользуетесь правилом 80 и 20. 20% действий из этого списка будет стоить больше 80%. Вспомните закон трех. Три вещи составят наибольшую стоимость. Дайте себе время подумать. А затем, утром, когда вы уже решили, какое из дел самое важное, начинайте его выполнять. Вот техника, которая очень важна для владельцев бизнеса, для тех, кто хочет достичь успеха. Задайте себе вопрос. Почему вы на ключевой позиции? За что вам платят деньги? Какая способность больше других определяет вашу способность к заработку? Владельцам компаний, бизнесменам и работникам продаж я говорю, ваша работа – зарабатывать деньги. Как в вашем деле зарабатывают деньги? Продавая что-то другим людям, делая продажи. Что в продажах нужно делать до всего остального? Ответ – заниматься продажами, а не проверять имейл, не беседовать, не пить кофе, Эта техника изменит вашу жизнь. Начиная работу, проводите первые 19 минут, генерируя стоимость, вкладываясь в ценность, делая то, за что вам платят деньги. Я шучу со своими друзьями-торговцами. Ваша работа – просить у людей деньги. Если вы бизнесмен или торговец, ваша работа – просить у людей деньги. Дайте мне ваши деньги. Мне нужны ваши деньги. Вот причины – моя работа, мои услуги, моя реклама. Но в результате я хочу получить ваши деньги. Я хочу сказать, что если вы не просите у людей деньги первые 19 минут на работе, вы не на работе. Вы не трудитесь. С тем же успехом вы могли не вставать, раз уж утром вы играете на компьютере или читаете газету. Вы не работаете, вы не вкладываетесь в дело, вы не занимаетесь своей работой. Так что начинайте каждый новый день с 19 минут генерирования стоимости, с действий, которые генерируют деньги для вашего бизнеса. Затем сделайте перерыв и еще 19 минут занимайтесь созданием стоимости. Начинайте каждое утро с трех часов работы, которая приносит деньги вашему бизнесу. Если вы занимаетесь продажами, назначайте встречи, встречайтесь с людьми, просите их деньги. Если вы этого не делаете, вы не работаете. Одно из правил – не проверяйте e-mail по утрам, не включайте компьютер. Мы стали зависимы, как от героина, от проверки нашей почты, большее количество которой бесполезно, но мы все время ее просматриваем. Мы ходим по улице, вскакиваем ночью, мы просыпаемся утром и проверяем почту. А как вы пользуетесь компьютером? Что ж, когда я путешествую, я часто его проверяю, потому что я веду бизнес, хоть и уехал, но я не заглядываю в почту все выходные. Я не смотрю ее вообще или уделяю ей пять минут. Когда я беру выходной, чтобы побыть семьей, я выключаю компьютер и ставлю телефон, не проверяю вообще. Это не так уж просто, потому что мы стали зависимы. У нас привычка. Мы всегда должны быть на связи. Нужно отвлечься от этого, освободить время для работы. Тайм-менеджмент. Мы посвятим этому целый отдельный урок, но навык ежедневного управления временем в том, чтобы планировать на день вперед. Все самые успешные люди планируют наперед, а затем работают по плану в течение дня. А почему лучше вечером, а не утром? Вечером люди устали. Потому что вы записываете все то, что не успели доделать за сегодня или вчера. Затем записываете все, чем собираетесь заняться завтра. И ваше подсознание работает над этим списком всю ночь. Что бы вы ни записали, ваше подсознание будет думать только об этом всю ночь. И обычно вы просыпаетесь утром с отличной идеей о том, что вам нужно сделать. Это словно работа сверхсознания. И так происходит снова и снова, если предыдущим вечером вы пишете свои цели. Вот еще одна проблема. Многие люди не спят по ночам, пытаясь запомнить что-то, чем им придется заняться завтра. Но если это записывать, ваш разум прояснится от этого. Это как протереть экран. Вы идете спать, у вас отличный сон, потому что вам не нужно ничего запоминать. Многие просыпаются со словами «Главное завтра это не забыть». Но если вы это записали, вы будете лучше спать. В этом преимущество. Третья привычка, о которой мы говорим, эта привычка тщательно заботиться о здоровье. Это действительно важно. Нашей целью должно стать дожить до 80 или 90. А для этого вам нужно заботиться о здоровье. Каждый день. Нужно вывести это на первый план, как приоритет. Ключ к здоровью – питаться хорошими продуктами. Здоровье и правильное питание очень важны. Я не вегетарианец. Я говорю лишь «Ешьте хорошую еду». Ключ в том, чтобы перестать есть сахар. Откажитесь от сахара и продуктов, в которых он есть. Затем, если можете, перестаньте есть хлеб и любые продукты из белой муки. Это две основных составляющих набора веса и потери здоровья. Если только вы исключите сахар и муку, ваш вес снизится, вы вернетесь в норму. Ко мне приходило столько людей, которые не могли в это поверить. Они много лет пытались сбросить вес, и вдруг худели за несколько недель, отказавшись от сахара и муки. Второй ключ – это упражнение. Вам нужно упражняться в среднем 200 минут в неделю. Даже если это будут прогулки по 30 минут в день, вы станете здоровее многих людей в обществе. Не нужно готовиться к Олимпийским играм. Достаточно двигаться по 30 минут в день, 200 минут в неделю. И третий – много отдыхать. Ваше тело требует определенное количество отдыха, чтобы восстановиться. Поэтому спите по 7 часов каждую ночь. Отправляйтесь в постель в 10 часов, а не в 11 или в 12. Чем позже вы ложитесь спать, тем сложнее заснуть, тем хуже вы спите и тем более устаете на следующий день. На моем коучинг-классе с владельцами бизнеса я дал им идею о том, что нужно ложиться раньше. И люди, которые привыкли спать по 6 часов после 3-4 ночей 7-часового сна, просыпались как после наркоза. Они не могли поверить, насколько устали от постоянного недосыпа. Эксперты утверждают, что нам нужно 7-8 часов сна, чтобы набраться сил. Но вот важный факт. Вы работник умственного труда. Вы работаете мозгом. Ваш мозг – самое важное, что у вас есть, и он как батарейка. Когда он полностью заряжен, вы работаете с полной отдачей. Но когда мозг перегорел, ваше тело устало, то есть физически вы на работе, но ментально вы не можете хорошо работать. Я уже говорил вам, что пишу как минимум 4 книги в год. Люди спрашивают, где вы берете время. А я распределяю время так, чтобы заниматься этим после отдыха. Это может быть утром, или может быть на выходных, потому что невозможно писать книгу, когда ты устал. Я распределяю свое время так, чтобы проснувшись утром, работать 2-3 часа, когда я лучше всего отдохнул. В моем мозгу полностью заряжена батарейка. Так что заботьтесь о здоровье своего тела, делайте много упражнений и много отдыхайте. Есть много способов это сделать, например, медитация, уединение и так далее. Следующая привычка – привычка к постоянному обучению. Мы уже говорили об этом. Она значит, что каждый день вы чему-то учитесь. Если у вас войдет в привычку читать каждый день по 30-60 минут, у вас получится примерно одна книга в неделю. Одна книга в неделю – это 50 книг в год. Обычный человек читает в среднем одну книгу в месяц. Некоторые вообще ничего не читают. Если вы будете читать по книге в неделю о том, как стать лучшим в своей области, каждый год вы будете получать эквивалент докторской степени в вашей сфере, вы будете одним из самых высокооплачиваемых специалистов и будете очень быстро продвигаться к вершинам 10%. Вторая часть постоянного обучения – постоянное же прослушивание аудиопрограмм, когда вы едете куда-то. В среднем человек находится в пути от 500 до 1000 часов в год. Это эквивалент от 12 до 24 40-часовых рабочих недель. Почти полгода 40-часовых недель. Если бы ваш начальник сказал, «В следующем году я дам вам 24 недели отпуска для улучшения ваших навыков», как бы вы изменили свою жизнь? Вы можете достичь того же уровня обучения, просто слушая аудиопрограммы в транспорте. Сейчас с айфоном я получил что-то около 75 часов учебных программ. На моем айпаде – языки, книги, другие программы. Вы можете ездить и слушать аудиокурсы, слушая семинары, интервью. Вы можете стать одним из самых умных людей, просто превратив время за рулем или в транспорте во время своего обучения. Третье – ходить на семинары и обучаться на онлайн-курсах. Я раньше всегда говорил, «Ходите на семинары», но теперь понял, что будущее за онлайн-обучением. Обучаясь онлайн, вы учитесь очень быстро, очень легко, без поездок, без лишних затрат. Вы можете начинать делать паузу, возвращаться. И теперь я занимаюсь тем же, что и вы. Учу людей, как учить онлайн. Мы поднимаем все темы, которые я читал на семинарах по всему миру, и делаем их доступными онлайн, как сделали вы. И это будущее. Вы можете стать самым образованным и высокооплачиваемым человеком, обучаясь онлайн. Совсем недорого и с высоким уровнем эффективности. Но заведите привычку учиться каждый день. Пусть это станет естественным, как дыхание. Все успешные люди – вечные ученики. Без исключения. Я работал с людьми лучших и крупнейших компаний всего мира. Они постоянно читают. Они слушают программы. Когда упражняются, берут онлайн-курсы. Они находят время поддерживать свое умение на высшем уровне. Еще одна привычка – привычка к непрерывному действию. В военных терминах есть понятие «непрерывное наступление». Это значит, что когда вы атакуете, вы продолжаете атаковать. Вы не останавливаетесь. Вы не прекращаете. Не даете противнику шанса перевести дыхание. И в успехе вы используете тот же принцип непрерывного действия, постоянного движения вперед. Иногда люди говорят, каков эффект удачи в успехе? Я много лет изучал вопрос, и я не верю в удачу. Я верю только в вероятности. Когда я проходил курс МБА, курс, который вам нужно пройти, он обязателен, он назывался «Теория вероятности». Это был очень сложный курс. Мне пришлось повторять его. Я проучился два семестра и хорошо его понял. Теория вероятности учит нас. Она так и называется, как теория Павлова, что с определенной вероятностью может произойти любое событие. был Мендельсон, который начал работать, изначально работать с генетикой в России. И согласно теории вероятности, любое событие может произойти, и вы можете влиять на эти вероятности. К примеру, если вы хотите получить хорошие места в кинотеатре, как увеличить вероятность их получения? Ответ прост. Пойти туда заранее. В последнюю минуту в кинотеатре будет полно людей. Или если вы хотите хороший столик в ресторане, вы можете заказать его заранее и приехать вовремя. Вы можете увеличить вероятность успеха, повторяя определенные вещи снова и снова. Чем больше вы делаете, чтобы достичь своей цели, тем выше вероятность вашего успеха. Люди, которые практикуются в непрерывном действии, которые постоянно действуют, снова и снова увеличивают вероятность успеха. Это очередная привычка. Нам осталось рассмотреть привычку к настойчивости. Это последнее на сегодня. Вы можете развить привычку к настойчивости, принимая решения и двигаться к цели, и не сдаваться. Нужно повторять, я никогда не сдамся. Когда-то меня спросили, женщина, с которой я встречался, спросила меня, как думаешь, какое твое лучшее качество? Мне пришлось задуматься, и я решил, лучшее то, что меня невозможно остановить. Я не остановлюсь, я ни за что не брошу свое дело. А затем подумал, ведь это верно. В моей жизни было очень много проблем, но я никогда не сдавался. Я перешел пустыню Сахару, перебрался через горы и моря. Я был во многих ситуациях, но никогда не сдавался. Даже и не думал об этом. Этого нет в моем мышлении. И я сказал своим детям, когда они выросли, я сказал, знаете, вы из тех людей, кто никогда не сдается. Я знаю вас. Вы не сдаетесь. И никто из моих детей не сдается. Они запрограммированы еще в детстве. В вашей жизни не будет желания сдаться. Так что примите решение не сдаваться. Решение наступать и не бросать свое дело. Для этого достаточно повторять себе, когда вы разочарованы, я не остановлюсь. Меня не остановить. Не остановить. Раньше я просил свою аудиторию повторять «Я не остановим». И все кричали «Я не остановим!» «Я не остановим!» И всякий раз, когда вы устали или приуныли, повторяйте это. Программируйте свое подсознание. Это, мне кажется, самая важная привычка успешных. Привычка никогда не сдаваться. Привычка к настойчивости. А вывод такой. Всем этим привычкам можно научиться. Вы можете научиться любой привычке, какой пожелаете. И если вы начнете учиться одной новой привычке в месяц или в год, выбирайте привычку и практикуйтесь. Каждый день в течение месяца, пока она не станет автоматической и легкой. К концу года вы разовьете 12 новых привычек. В конце года вы будете совершенно другим человеком. Вся ваша жизнь изменится. Спасибо, Брайан. Спасибо.